привет дорогие друзья с вами Денис сегодня у нас 10 мая 18 года я нахожусь в северной части города Таллина под названием Пыхья Таллин направляюсь в сторону пляжа проведать как там у нас обстановка на пляже ну и пока иду зачитываю вам как всегда новости на этот самый день что у нас актуального в Эстонии по новостям значит департамент статистики Эстонии опубликовал данные согласно которым население Эстонии выросло население Эстонии выросло за последние три года уже растет и в этом году население Эстонии выросло зачитываю вам друзьям на целых 3499 человек за счет чего получился этот прирост населения во-первых надо сразу сказать что рождаемость в Эстонии друзья низкая очень низкая то есть прирост населения этот случился из-за того что миграция в Эстонию последние три года превышает эмиграцию то есть количество въехавших нашу страну значительно превышает количество выехавших на заработки то есть на заработки сейчас уезжают немногие а те кто уезжает те в основном сейчас уже многие эстонцы возвращаются обратно тем не менее значит насколько как я уже сказал на 3499 человек увеличилось количество жителей в Эстонии и на данный момент по статистике количество жителей равняется равняется миллион триста девятнадцать тысяч один миллион триста девятнадцать тысяч жителей в нашей стране как я уже сказал рождаемость в Эстонии очень низкая она составляет всего лишь одно целое шесть десятых ребенка на одну женщину этот коэффициент является крайне низким и если все будет продолжаться таким образом то эстонию эстонии грозит медленное вымирание впрочем как и не только эстония но и все европейские страны а также россию то есть такие темпы медленные темпы прироста свойственны всем развитым странам абсолютно всем европейским странам японии корее австралии ну можно сказать что исключение составляет на данный момент по рождаемости Африка а также ближний восток некоторые страны мусульманского мира там рождаемость очень высокая и может сдаться так что через несколько столетий люди с белыми волосами со светлыми волосами голубыми глазами здесь уже больше встречаться не будут если рождаемость эстоноземельцев будет падать вот такие новости значит и ну что с этим делать ничего нельзя поделать такова тенденция на сегодняшний на сегодняшний день так я подошел к административному ну как бы так сказать пляжному домику пляжному домику вот такой симпатичный домик здесь располагается кафе а это самое что ни на есть прекрасное осеннее море и песочек здесь на берегу кстати сегодня теплый день очень но пока на пляже еще людей не очень много многие работают если бы была суббота июльевская средняя конечно чтобы людей было побольше так друзья идем дальше сюда на песочек посмотрим как здесь обстановка обстановка здесь замечательно все красиво и все спокойно далее друзья упомяну президента нашего керсти кальюлайт дело в том что в 20 числах мая она отправляется с официальным визитом в Украину и встретится там с президентом Порошенко обсудят она также там с украинскими бизнесменами эстона украинское сотрудничество экономическое ну и заодно она должна поучаствовать посетить футбольный матч который состоится в городе Киеве 26 мая в этом футбольном матче будет играть команда эстонского суперфутболиста Рагнара Клавана Клавана Рагнара Клавана которая называется Ливерпуль эта английская команда будет встречаться в финале с мадридским Реалом то есть президент хочет посмотреть как будет играть эстонский футболист если конечно же тренеры Ливерпуля сочтут нужным выпустить Рагнара Клавана на поле пожелаем эстонского футболиста успеха и коснемся темы других новостей я сейчас располагаюсь здесь на пляже пляж в хорошем состоянии, воды мало здесь, отмели дело в том, что дождей у нас сейчас крайне мало в мае и сейчас отток воды, но пляж находится в хорошем состоянии почему он в хорошем состоянии, друзья, спросите вы, а очень все просто 5 мая здесь был субботник грандиозный субботник, в котором приняли участие около 500 добровольцев около 500 человек убирали выброшенные штормом, штормовыми волнами водоросли убирали полиэтиленовые пакеты, убирали пластиковые бутылки и прочие отходы в общей сложности добровольцами было убрано около 20 тонн мусора в общем такая работа была проделана, очень даже замечательная и кроме того, кроме этого мусора были расчищенные дорожки которые находятся здесь за этими дюнами в парке дело в том, что штормовые ветра, которые здесь дуют, они буквально засыпали эти дорожки пришлось привлекать добровольцев, которые работали абсолютно бесплатно по призыву этой самой административной части города Пыхер-Таллин а также по призыву Таллинского департамента окружающей среды так вот, эти самые засыпанные асфальтированные дорожки были также расчищены добровольцами абсолютно бесплатно но вознаграждение было этим самым добровольцем вознаграждение было в конце этого мероприятия всех угостили супом и с речью обратился к ним, значит, глава администрации части города Пыхер-Таллин Раймонд Кальюлайт он, значит, брат президента нашего эстонского Керси Кальюлайт и член Центрической партии Estonian так вот, он призвал всех горожан города Таллина любить природу, заботиться о красоте и чистоте и стараться меньше использовать пластиковые вещи меньше покупать пластиковых бутылок и меньше использовать пластиковых пакетов с целью сбережения экологии Эстонии и города Таллина вот такие здесь в парке замечательные детские детская площадка дети лазают, развлекаются здесь были с дорожек убраны убран песок который штормовые ветры регулярно сюда наносят в общем, работа была, друзья, произведена очень большая и серьезная вот такие новости из города Таллина спасибо всем за внимание всем добра до новых встреч до новых встреч